Сегодня, скажем, постирно ушел из жизни наш коллега, наш друг, товарищ Леонид Фавилович Хайрулин. Ему было всего 54 года. У него было много идей, много проектов. Более 15 лет посвятил государственной службе. В 2010 году стал заместителем руководителя службы президента республики Тарстан. В 2015 году его сглавил и работал в этой должности вплоть до 2019 года. На время его работы в администрации республики пришлось много сложных, интересных проектов. Во всех он принимал активное и непосредственное участие, находясь в силу своей профессии на самом старе событий. Эрудированный, незаурядный человек с прекрасным чувством юмора все делал ярко и выразительно. Всегда общался с людьми, с интересом, ходил общий язык со всеми. Сегодня странно говорить о нем в прошедшем времени, потому что человек, который имеет столько идей, должен жить, должен их реализовывать. Пусть он живет в наших сердцах, в наших мыслях, пусть его достойным продолжением станут его детям. Светлая память, Игорь Творович, родным и близким, хочу пожелать стойкости в эти скорбные дни. Примите, пожалуйста, наши искренние соболезнования от имени Раиса Республики, Устану Горячий Вениханова, правительства, премьер-министра, от меня лично. Светлая память. Боль и утрата для нашего коллектива и отрасли в целом. Этик, наверное, ключевое качество его прозвучало, которое здесь, он был любимчиком, он умел влюблять себя людей и умел влюбить сам. В последние годы он очень сильно увлекался историей. Наверное, это самая большая любовь его была. И все время хотел, чтобы больше времени уделять этому. И у него получалось, у него была большая перспектива, потенциал и шансы стать, наверное, самым ключевым, краеведным. И, поскольку он бесконечно любил Казань, столицу республики, любил людей, которые здесь были, и хотел рассказать, донести именно красоту, историю города. Жаль, что не успел. Можно говорить о нем, что у него все было, но не было одного, он не умел заботиться о себе, беречь себя. Друзья мои, коллеги, берегите себя. Давайте попокойтесь. Мы все здесь собравшиеся до сих пор не можем поверить, что в двору нет знака. Еще неделю назад мы с ним общались. Он был полон радиозных планов. Я вспоминаю в то время, когда его принимал на работу программу «Город». Он пришел и сразу стал любимцем аудитории. Он обладал каким-то особым, невероятным магнетизмом. Он пробивал экран. Он привлекал всех своей интеллигентностью, я бы сказал, мягкой силой, и в то же время очень внимательным и очень неравнодушным в отношениях. Он все время что-то искал в жизни. Потом он работал на разных должностях. Он всегда был полон различных планов, творческих идей. Он сделал огромные исторические открытия. Он нашел могилу владельца дома Ушковых. Вообще, этот дом он любил, вводил туда экскурсии. Все время меня не приглашал, но я так и не успел. Ничего нельзя откладывать на завтра, все надо делать сегодня. Я не успел на этой экскурсии. Я не успел услышать эти интересные факты. Он нашел могилу Ушковой. Это действительно здорово. Он нашел ее фотографию. Вот мы две недели назад встречались. Он говорил, у меня еще столько планов. Вы не знаете, сколько много интересного есть в Казани. Сколько много исторических фактов, которые еще не стали достоянием общественности. Я тут скоро такую выпущу интересные документы. Вы все ахрите. Он, к сожалению, не успел. И это, конечно, трудно понять и принять. Эдуард был особым человеком. Талантливым. Горящим. Уникальным. И огромное сожаление, что он прошел так рад.